Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу поговорить о том, как мы учимся на уровне нашего мозга, потому что в своих видео я очень часто говорю о том, что нужно активно учиться, нужно применять активные методы, активно, активно, активно. При этом пассивные методы — это нехорошо, это пустая трата времени, и, в принципе, откажитесь от них. Но что же такое на самом деле активные процессы обучения, то есть не конкретные примеры, которые я вам привожу о том, чтобы вы там отвечали на вопросы, писали конспекционными словами, думали о том, как это пересказать другими словами, что вот конкретно происходит в нашем мозге в этот момент. Но для того, чтобы понять, как это все работает, нам нужно разобраться в первую очередь, что такое знание для нашего мозга. Это когда информация поступает в наш мозг и образуется синаптическая связь, то есть когда 2, 3, 10, 15 нейрончиков соединяются в определенном порядке, и в них шифруется вся эта информация. То есть для того, чтобы мы что-то узнали, что-то кардинально новое, чего мы совершенно не знали до этого, мозгу нужно собрать все эти нейроны, соединить их в определенном порядке и закрепить все это. И, кстати, это самое закрепление сначала очень-очень слабенькое, все вот эти переходики, они очень ненадежны, но если мы возвращаемся к этой информации, если мы с ней работаем, эти связи укрепляются, соответственно, информация укрепляется в нашем мозге. Но, как вы понимаете, создание этого соединения это очень энергозатратный процесс, а также в целом это сложный процесс для нашего мозга, потому что, конечно, он и сам создает все эти процессы, но если вы хотите запомнить какую-то конкретную информацию, вот взять и что-то конкретно запомнить, вам нужно направить на это мозг. И здесь как раз-таки выходит на авансцену внимание, то есть активные процессы нашего мозга построены на внимании. Когда мы что-то хотим запомнить, мы обращаем на это внимание. Это очень важный элемент, без которого, в принципе, запомнить что-либо конкретное, вот то, что вы хотите по-настоящему запомнить, практически невозможно. Да, есть момент частого встречания с каким-либо элементом, с какой-либо информацией. Если вы от 7 до 9 раз чем-либо встречаетесь, вы это запоминаете, но опять-таки вы на это обращаете внимание с каждым разом все чаще и чаще, потому что вы встречаетесь с этим. Во всех процессах получения информации и ее запоминания везде фигурируют вниманием. Соответственно, знания это изменения в нашем мозге, то есть мы либо строим новую нейронную сеть, синаптическую сеть, либо мы берем что-то старое и перестраиваем все эти структуры. Если у нас уже есть какие-то знания, если мы уже хоть что-то знаем по этой теме, то, скорее всего, мозг будет использовать старые системы, просто их немножечко перестраивая. Но в целом это изменения нашего мозга. И для того, чтобы они произошли, нужно постараться, нужно обратить внимание. И у нас есть два типа внимания, произвольное и непроизвольное. Непроизвольное внимание это когда вы просто блуждаете взглядом по комнате, вас что-то отвлекает, то есть это то, что вы не контролируете, то, на что вы обращаете внимание, вот просто так, случайно. Что-то привлекло случайно ваше внимание, что-то попалось вам на глаза, что-то до вас затронулось, и вы на это обращаете внимание. Произвольное же внимание, оно направлено, то есть, когда вот вы сейчас сидите и смотрите или слушаете это видео, вы направляете специально свое внимание, чтобы понять, о чем я говорю, что я вам рассказываю, и вы постепенно запоминаете это, потому что вы направляете свое внимание, то есть, весь ваш мозг настроен сейчас на поглощение информации. Да, какая-то часть работает, ну, конечно же, на жизнеобеспечение, на входящую информацию, но сознательная, префронтальная часть, которая думающая, она вся направлена на то, чтобы получать информацию, которую вы, например, вот сейчас слушаете. И вот этот корень того, что мы называем получение знаний, когда мы направляем произвольное внимание на получение знаний, то есть, мы направляем весь наш мозг на это, в этот момент, мало того, что мы в целом направляем внимание и говорим нашему мозгу, это важно, это нужно, давай быстренько создавай нейронную сеть для того, чтобы я запомнила эту информацию, то есть, это прямой наказ нашему мозгу в этот момент происходит. И еще в этот момент происходит выработка дофамина. Во-первых, у нас повышается настроение, но не сильно. Но самое важное, что дофамин очень активно используется в привлечении, опять-таки, того же внимания. То есть мы за счет привлечения внимания, произвольного внимания, вырабатываем дофамин, который еще сильнее усиливает нашу концентрацию, наше внимание. Плюс это помогает нашей памяти, то есть это улучшает наши воспоминания, это улучшает образование новых нейронов, образование новых воспоминаний. То есть делает их крепче, делает их лучше, делает этот процесс немножечко быстрее, так как участвует в этом процессе и немножечко его ускоряет. Соответственно, при произвольном внимании, когда вы его задействуете, эффективные перемены происходят гораздо быстрее. А как вы знаете, знание это изменение в мозге. То есть эти самые изменения происходят качественнее, быстрее и более направленнее. То есть, опять-таки, вы запоминаете именно то, что вы хотите запомнить, а не то, что случайно попалось вам на глаза. Следующее, что делают активные процессы для нашего мозга, это адаптируют информацию для того, чтобы она еще легче проникала в наш мозг. Потому что все-таки слова в учебнике и нейроны в мозге, это немножко разные вещи, но если вы проделаете определенные процессы, то вы можете адаптировать информацию для того, чтобы она проще запомнилась в нашем мозге. О чем я говорю, когда упоминаю активные процессы в мозге? Это соединение с опытом. То есть, когда вы вспоминаете, что у вас было, возможно, вы где-то что-то слышали, где-то что-то читали и так далее, и пытаетесь это соединить с новой информацией. Что в этот момент происходит? Наш мозг подтягивает уже действующие, уже активные и соединенные нейроны, нейронные цепочки, синаптические связи и так далее. Все то, что у него уже есть. И в этот момент ему как бы не нужно создавать новые нейронные цепи, которые очень сложны в производстве. Он может использовать уже то, что есть. То есть, вы упрощаете процесс, соответственно, меньше энергии потрачено, больше информации запомнено. На этом же принципе построен совет пересказ своими словами, либо когда вы пишете своими словами, либо когда вы просто пересказываете что-либо своими словами, вы делаете то же самое. Вы адаптируете неизвестное что-либо, какую-то информацию, какой-то текст, какое-то изображение, что угодно. Вы адаптируете своими словами. То есть, вы ретранслируете что-то неизвестное в что-то очень известное и простое для вашего мозга. Потому что то, что нам непонятно, это не запоминается. Это какая-то абракадабра для нашего мозга. Он её просто выплёвывает. Она не поступает в наш мозг, соответственно, нужно обязательно всегда всё пересказывать для себя, рожёвывать для самого себя и не оставлять никаких белых пятен, каких-то непонятных вещей, потому что они наверняка вылетят и вообще не зацепятся в вашем мозге. То же самое происходит, когда я говорю о том, что преображайте в образы. В принципе, наш мозг мыслит образами. Он не мыслит текстами, он не мыслит звуками. Он мыслит объёмными картинками, которые содержат и тексты, и звук, и запах, и всё на свете. И опять-таки, если вы будете сразу преобразовывать информацию в эти самые образы, вы упростите и себе задачу, и мозгу задачу. Подводя итог, могу сказать о том, что все активные процессы, которые я советую, это именно те, которые направлены на то, как работает наш мозг. Это не просто красивые слова о том, что вам нужно вот делать так-то или так-то. Нет, просто наш мозг работает определённым образом. И если вы будете делать более активные процессы, определённые в вашем обучении, то вы будете работать комплементарно с вашим мозгом. Соответственно, вам будет проще учиться. Вы будете получать больше знаний. На этом всё. Я надеюсь, эта информация поможет вам в вашем обучении, ответит на многие ваши вопросы. Подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok